Всем привет! Сегодня мы будем создавать заколку с колокольчиками из полимерной глины FIMO. И для этого нам понадобятся следующие цвета полимерной глины. Это зеленый, синий, желтый и яблочный. В синий цвет вы можете добавить белого, можете добавить полупрозрачного цвета, либо оставить его таким, каким есть. Также синий цвет вы можете заменить на голубой. Тогда цветочки, которые мы будем делать из него, а именно колокольчики, будут казаться более живыми. Для начала я размяла три цвета полимерной глины. Это зеленый, яблочный и желтый. И теперь буду делать из него переход цвета. Вы можете сложить их так, как хочется вам. Я буду складывать вот в такой последовательности. В серединке я положу более темный зеленый, а по бокам желтый и яблочный. И слегка прикатываю. Полученный пласт снимаю из стекла и делаем переход цвета. Переход цвета вы можете сделать вручную, вот таким образом складывая пласт и прокатывая много-много раз. Либо, как я, сделать это на паста машинки. И у вас должен получиться переход цвета. С переходом цвета у меня получился. Я его раскатала толщиной где-то около одного миллиметра. Чуть-чуть потоньше. И теперь мне необходимо сделать следующий элемент. Мне необходимо вырезать листочек. Для этого я сделала вот такой вот шаблончик из бумаги. Можно вообще без шаблона все это вырезать. И теперь прикладываю наш шаблон и аккуратненько вырезаю по нему ножиком с острым кончиком. Аккуратненько. На любом месте, какое вам больше нравится. На этом пласте с переходом цвета. Так и так. Вот такой листочек у меня вышел. И теперь из этого же пласта мне понадобятся два кружочка, которые будут диаметром меньше, чем наш листик. То есть вот я нашла подходящий диаметр и делаю два кружочка. Тоже на любом месте, какое вы хотите. Делаем два кружочка. Вот так вот. Теперь я беру листочек, укладываю его и аккуратненько с помощью ножика макетного прорезаю уголочки. Вот так вот делаю такие надсечки, чтобы листочек казался более живым. С другой стороны. Можно это делать с помощью обычного канцелярского ножа. Он тоже имеет достаточно острый кончик, который замечательно будет прорезать вот эти вот уголочки. Слегка скругляем их, чтобы они были такими треугольными. Так. И вот такой вот листик у меня получается. Теперь можно нанести текстуру. Текстуру вы можете нанести инструментом. Допустим, взять шило и прорисовать все прожилки. Я буду делать прожилки с помощью вот такого молдика. Я беру наш листочек, укладываю его аккуратненько и ровненько. И зажимаю второй половинкой сверху. Зажимаем ровно, чтобы все прожилки отпечатались тоже ровно и посильнее. Так. И вот такой листик у меня получается. Вот такой листочек. Если вы хотите, вы можете его тоже слегка подровнять. Если какое-то место вдруг вам не нравится. Здесь немножко подровняю. И пальчиками сглажу. Вот такой листок у меня получился. Теперь дело за колокольчиком. Я взяла небольшой кусочек синего цвета. И теперь скатываю из него колбаску. Такую вот. Не очень толстенькую. Где-то около 4-5 мм в диаметре. И нарезаю на кусочки где-то по 7-8 мм. Каждый кусочек я скатываю в капельку. В вытянутую такую. Такую вот. Даже не капельку, а овальчик. Беру инструмент. Можно взять обычную иголку. Делаю углубление. Вот таким образом. И теперь с помощью острого гибкого лезвия прорезаю на 6 частей. Вот так вот я разрезала батончик на 6 частей. И теперь каждую отгибаю и защипываю. Отгибаю и защипываю. Делаю это со всеми разрезанными кусочками. Вот что у меня получается. Такая вот звездочка шестиконечная. Теперь я беру инструмент с резиновой насадочкой. Можно взять зубочистку. И вот таким образом расплющиваю каждый лепесточек. Вот что у меня получилось. Теперь каждый краешек я вытягиваю в остренький кончик. Слегка защипываю и как бы немножечко на себя тяну. Вот что у меня получается. Такой остренький цветочек. Снова прокатываю каждый лепесток. Вот что у меня получается. И теперь делаем как у колокольчика углубление. То есть нам нужно вот так вот прям вдавить сильно. И вот так прокручиваем немножко, чтобы вот эта часть была подлиннее. Сделали. Снимаем аккуратно. И вот таким образом все лепесточки раскрываем. Вот такой вот колокольчик у меня получился. И в таких колокольчиков мне понадобится 3 штучки для нашей заколочки. Колокольчики готовы. Теперь я беру кусочек желтой пластики. Мне понадобится очень маленький кусочек. И скатываю из него колбаску. Очень-очень тоненькую. Вот такую. Мы будем делать из нее пестики для наших колокольчиков. Так вот отрезаем небольшой кусочек. И это уже будет пестик. Снова немножко закругляем кончик. И отрезаем. И еще один для третьего колокольчика. Аналогично делаем третий. Получилось 3 пестика. Теперь нам понадобятся остатки нашей зеленой глины. Неважно какие. Скатываем. Такие. Длинненькую такую колбаску. И отрезаем от нее парочку кусочков. Это будут стебельки для наших колокольчиков. Мы не будем делать 3. Сделаем 2 стебелька. Можно сделать немножко один подлиннее, другой покороче. И теперь будем приступать непосредственно к сборке нашей заколочки. Я взяла кусочек, на котором я буду выпекать нашу заколку и начинаю ее формировать. Беру один из кружочков, без разницы какой. Укладываю на листочек. Сверху беру наш лист. Так слегка его заужаю. И прикладываю. Если вы боитесь, что он может отпасть, то можете подстраховаться, чуть-чуть добавив гели жидкой пластики. Хотя, в принципе, на незапеченную глину листик прекрасно приклеился. Я беру и вот так вот укладываю наш листик. Вот так вот. Теперь беру наши зелененькие вот эти вот веточки. И вот у основания прямо вот так вот их вкладываю. Одну и рядышком вторую. Теперь берем наши колокольчики. Я буду подцеплять их с помощью булавочек. Подцепляем колокольчик и укладываем. Вот так вот, чтобы веточки не было видно. С другой стороны. И третий наш колокольчик. Аккуратно их размещаем. Можно даже вот так вот два разместить. А между ними опять же капнуть немножечко гели жидкой пластики. Для того, чтобы они точно уже прилипли. Чтобы не сомневаться, что они у нас отпадут. Или еще что-то с ними случится. И аккуратненько присоединяем третий колокольчик. Вот таким образом. Слегка можете приподнять их, как вам нужно. У нас получается вот такие вот три колокольчика на листочке. Теперь я беру небольшое количество геля жидкой пластики. И слегка серединку каждого колокольчика промазываю им. Для того, чтобы закрепить сейчас пестик. Вот так вот. Подцепляем той же булавочкой каждый пестик. И вклеиваем в серединку каждого колокольчика. Так. Так. И третий. Теперь осталось только их расправить. Для этого я приподнимаю вот так вот пестик. Хорошенько, чтобы он влип в наш гель жидкую пластику. И прямо булавочкой вот так вот его поддеваю. И заодно прикрепляю цветочек и оставляю булавочку. На эту булавочку я аккуратненько приподнимаю пестик. Чтобы он у нас стоял. Ни в коем случае не упал при запекании. То есть вот таким образом. Точно так же я сейчас поправляю пестики в остальных колокольчиках. Так, чтобы они у нас стояли. Вот что у меня вышло. Слегка тоже расправьте все колокольчики, чтобы они были хорошо открыты. Краешки листика вы тоже можете немножко приподнять, если они вдруг у вас где-то прижались сильно к листку. Чтобы листочек был такой слегка предподнятый. И вот такую композицию я сейчас отправляю запекаться. Прямо вместе с булавочками. Булавочки будут фиксировать наши пестики и не дадут им опуститься. Запекаю я при температуре 110 градусов в течение 20 минут. Ну что ж, мой листочек с колокольчиками запекся. Вот такая штучка у меня вышла. Теперь я аккуратненько извлекаю булавочки. Она у меня остыла. И булавочки, поскольку металлические, они естественно не вклеиваются и легко извлекаются. При этом булавочки не дали нашим пестикам в колокольчиках опуститься. На этом этапе вы можете сделать в принципе любое украшение с данным листиком с колокольчиками. Это может быть заколочка, как я сейчас вам покажу. Либо это может быть брошка. То есть к обратной стороне вы можете приделать крепление. Это у вас будет такая миленькая брошечка. Может быть кулончик или сережки, пожалуйста. То есть любую фурнитуру, какая вам нравится, вы теперь можете уже подставить. У меня это будет, как я уже сказала, заколочка. Вот у меня такая заколочка с паленькой площадочкой. И теперь я буду присоединять. Каким образом я это делаю? Мне сейчас понадобится клей и понадобится гель жидкая пластика. Беру клей. У меня немножечко подтек, но ничего страшного. Беру немного клея, наношу на нашу площадочку. Сюда надо немножечко совсем клея для того, чтобы приклеить нашу основу, заколку к нашему листику. Я переворачиваю, у меня будет вот таким образом приклеиваться основа. Я сделала вровень вот так вот, чтобы у меня листик лежал ровно. Можно немножечко сделать его на бок. Я решила сделать вот так вот ровно. И теперь оставляю буквально на 5 минут для того, чтобы заколочка прилипла. И чтобы фурнитура у меня не двигалась на моем листике. Ну что ж, у меня приклеилась моя фурнитура. И теперь я продолжаю. Берем наш кружочек оставшийся. Надрезаем его где-то вот так вот наполовинку. Вот такой вот получается лепесточек. Можно даже чуть-чуть подальше. Вот так вот. И теперь этим лепесточком мы будем оборачивать нашу фурнитуру. Для этого я, естественно, слегка капну геля жидкой пластики. Если у вас ее нет, то просто возьмите глину ту, которая у вас максимально мягкая. Тогда никаких проблем здесь не будет. Все приклеится замечательно и ничего у вас точно не отпадет. Я беру и аккуратненько накладываю вот этот вот разрезанный кружочек. Прижимаю его сначала пальчиками. Чтобы он лег ровно на тот же кружок, который у нас был. И теперь, естественно, я не буду его так вот скучно оставлять. Я возьму щетку и нанесу текстуру. Берем и вот так вот хорошенько по всему проходимся. Во-первых, вот таким образом присоединяете этот кружочек еще сильнее. И текстурируете сторону обратную. Она у вас будет такая приятненькая, имеющая такую приятную текстуру. Хорошенько все это протыкиваем, чтобы ничего нигде не осталось. Можно немножечко поправить инструментом те места, где у вас что-то где-то, может быть, вылезло. И продолжаем тыкать жесткой щеткой. Щетку, конечно, берите ту, которой уже сами не пользуетесь. Можете даже купить, завести какую-то отдельную щеточку, которую можно будет текстурировать, потому что довольно часто этот прием используется для текстурирования обратных сторон брошек, кулонов или еще чего-то. Поэтому щеточка достаточно такой простой инструмент, который, в принципе, в полимерной глине достаточно часто используется. И аккуратненько я вот так вот все это прохожусь. Если вы делаете брошку, то тоже точно так же, присоединяя фурнитуру, приклеив фурнитуру, вы после этого закрываете ту часть, которая у вас выпирает, для того, чтобы брошка у вас уже точно никогда не отпала. И можете точно так же пройти щеточкой. Так, вот так мне нравится уже. И можно слегка вот так вот инструментиком поправить, чтобы все у нас было очень аккуратно. Пусть это и задняя сторона, но я считаю, что даже задняя сторона должна быть очень аккуратной и красивой. Вот что у меня получилось. И теперь данную брошечку я положу вот так вот на губку и отправлю запекаться при температуре 110 градусов в течение 25 минут. То есть полное окончательное запекание. После этого уже можно будет ее доработать. Ну что ж, заколочка запеклась и остыла. Я ее снимаю с губки и вот что мы имеем. В принципе, она уже готова, ее можно сразу надевать. Но я хочу сделать ее немножко поинтереснее. Для этого у меня приготовлены, как вы видите, пастель разных цветов. Сначала я буду тонировать листочек и немножко затонируем цветы. Натираю небольшое количество пастели, потому что у меня всего один листочек. Я выбрала коричневого и красного цвета. Вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится. Мне кажется, что эти два цвета дают как раз то, что нам надо. Ну и сразу натру немножко пастели голубого цвета. Можно взять белый. Голубой цвет, естественно, пойдет для цепочков. Теперь я беру немножко водички и кисточку. Добавляю капельку водички сюда и капельку водички в коричнево-красный. Смешиваю их. У меня получается вот такое пятнышко. Теперь я беру заколочку и краешек вот так вот тоненькой кисточкой прорисовываем. Именно должна быть она мокрая. Сейчас, когда она немножечко подсохнет, расплывется по краешку слегка и будет достаточно красиво смотреться. Стараемся все делать аккуратно, чтобы ничего лишнего не закрасить. Стыль нам требуется достаточно небольшое количество. Я закрашиваю только по краешку. Потому что я хочу, чтобы был виден переход цвета, который мы сделали изначально, поэтому сам листик я больше тонировать не буду. Вот что у меня вышло. Вот так вот у меня вышло. Промываем кисточку и убираю излишки краски, чтобы кисточка была сухая. И теперь слегка буду тонировать наши цветочки. Беру голубую пастель, немножко тоже смешиваю с водой и изнутри слегка прохожусь по колокольчикам. Чуть-чуть так тонируем. Совсем немножко, чтобы только внутренняя сторона слегка была такая голубоватая, беловатая. Вот так вот. Была поинтереснее, смотрелось слишком пластмассово. И теперь я оставляю эту заколочку слегка подсохнуть. После этого я буду покрывать ее лаком. Ну что ж, заколочка высохла. И теперь, в принципе, ее опять же можно уже надевать. Но поскольку эта заколочка будет использоваться для того, чтобы носить ее в волосах, то я считаю, что необходимо покрыть ее глянцевым лаком. Для того, чтобы защитить от повреждения, можно покрыть матовым. Но я думаю, что глянцевый здесь не будет лишним. Поэтому я беру глянцевый лак, кисточку, и покрываю ее мою заколочку. Сначала покрываю с одной стороны, затем дожидаюсь, когда лак подсохнет, и покрываю с другой стороны. Если вы хотите, вы можете покрыть свои брошку или заколочку, смотря, что вы сделаете, в один, два или три слоя. В зависимости от того, какой лак вы используете, и в зависимости от того, насколько сильно вы хотите, чтобы был блеск вашего изделия. Я вот сейчас покрываю одним слоем и оставляю ее сушиться. Затем переверну и покрою с обратной стороны. Вот такая заколочка у меня получилась. Благодаря покрытию лаком она не запачкается и прослужит очень долго. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok